МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спад второй волны и необходимость продления ограничений. Эксклюзивное интервью министра здравоохранения Абхазии Томаза Цахнаки. В 4 часа вместо 6 сокращен график веерных отключений электроэнергии. Решение признано законным. Заседание Верховного суда Абхазии по пересмотру постановления Сухумского городского суда в отказе в иске гражданки России Юлии Тетериной. Начнем с информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Ситуация на 20 ноября следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 118 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 80 человек, у 74 из них диагноз COVID-19. В тяжелом состоянии 17 человек. Состояние здоровья 19 пациентов в средней степени тяжести. В Гудаутском госпитале скончался пациент 1944 года рождения. У него был подтвержден диагноз COVID-19 и вне больничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 19 ноября. В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Трое пациентов в тяжелом состоянии в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находятся 38 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 33 пациентов средней степени тяжести в тяжелом состоянии 5 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5312 человек. 68 летальных случаев выздоровели 3611 человек. В Абхазии идет на спад так называемая вторая волна COVID-19. Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнаки. Карантинные меры способствовали снижению числа зараженных, именно поэтому они будут продлены, предположительно, до середины января. Мы отменять ограничительные меры не будем, они будут продлены, поскольку впереди у нас еще и сезонный осенне-зимний период по ОРВИ гриппу. Те меры, которые были приняты и действуют на сегодняшний день, они будут также эффективны с точки зрения профилактики гриппа. Но окончательное решение будет принимать координационный штаб и предлагать его на рассмотрение президенту. Но по предварительным данным, я думаю, что эти меры будут продлены до середины января следующего года. То есть школы, садики, мемасовые мероприятия. Ну, может быть, и по отдельным позициям даже и ужесточение мер произойдет. Ну, в части проведения любых мероприятий. Потому что сейчас мы говорили о каких-то отдельных мероприятиях. Ну, мы посмотрим, мы проанализируем тщательно эпидообстановку к тому периоду, вот сейчас, когда будет приниматься решение уже координационным штабом. И мы вам об этом объявим. Полную версию интервью Томаза Цахнаки смотрите в нашем вечернем эфире после программы «Биографический салон» и в 23.00, где министр здравоохранения расскажет, какие доплаты получают врачи, работающие в красной зоне, не пострадали ли другие бюджетные программы Минздрава, почему взимать плату за медицинские услуги незаконно и об актуальных проблемах ведомства. 19 ноября представители программы «Развитие ООН» доставили в Абхазский государственный университет новую партию средств индивидуальной защиты для сотрудников и студентов. Эта партия гуманитарной помощи включает в себя 495 литров дезинфицирующего средства. Представителей программы «Развитие ООН» принял первый проректор по учебной части Агу Виктор Маланзе, который выразил благодарность представителям организации за оказанную университету помощь. Значимая дата 20 ноября 1992 года приказом министра обороны были созданы пограничные войска Республики Абхазия. В 28-ю годовщину празднования создания пограничных войск заместитель председателя, начальник пограничного отряда службы госбезопасности Республики Рустам Латипов поздравляет весь личный состав с этой датой. Особо хочется отметить ветеранов пограничного отряда, наших старших товарищей, которые всецело отдали себя служению Родине, в самые сложные периоды становления государственности, отвоевывании отчизны от оккупантов и установлении государственной границы по всему периметру территории Республики Абхазия. Светлая память героям, офицерам, прапорщикам, рядовым, которые героически в неравных боестолкновениях с грузинскими диверсионными группами сложили свои головы, отмечается в поздравлении Латипова в сети Facebook. В Министерстве обороны прошли инструкторско-методические занятия по предметам боевой подготовки, сообщается на сайте оборонного ведомства. Занятия проходили в период 17 по 18 ноября на базе артиллерийской группы Министерства обороны. В ходе проведения занятий отрабатывались действия в составе подразделения при подъеме по тревоге, организации службы войск и безопасности военной службы, практический показ порядка проведения занятий по предметам боевой подготовки. На 12 учебных точках военнослужащим показали методику проведения занятий по предметам боевой подготовки и дали практику в проведении вышеуказанных занятий. На занятия привлекались офицеры управления, отделов службы, учреждения Минобороны и Генерального штаба, командиры и начальники штабов воинских частей и отдельных подразделений, их заместители, а также командиры рот и взводов. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии Алхазур Сулейманов, гость биографического салона на Абаза-ТВ. Он был в числе первых добровольцев, которые выехали из Чечни 19 августа 1992-го. Главнокомандующий Абхазской армии Владислав Арцинба впоследствии скажет, в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России и всех честных людей мира. У Алхазура была мирная профессия. Более того, он занимал должность замдиректора Грозненского телевидения. Но, решив поехать на войну в Абхазию, всегда помнил наказ своей матери о том, как вести себя на поле боя. То, что она попросила меня, чтобы, как у нас на Кавказе, чтобы пуля не в спине была, и никогда я тебя не прошу себя беречь. Она четко мне сказала, смотри себя, не береги. Потом Валера Мариамян, а пусть он спросит, почему она, я сказала, не беречь. Потому что, если его друга в беде ранит, то это лежать будет. Я же должен думать о свою жизнь и уйти. Но я же его должен бросить. Пусть умрет, говорит, но у своего, короче, раненого друга пусть спасает. А если она будет помнить мой наказ, береги себя, то ему надо будет слушаться меня или опозориться перед друзьями и бросить их. Народный писатель Абхазии Алексей Гугу в интервью журналисту Алхасу Чхамалия размышляет о роли абхазского государственного языка, национальной интеллигенции в сохранении, строительстве и развитии современного государства. Абхазии Алексей Гугу в интервью журналисту Алхасу Чхамалия Интервью Алексея Гугу 2019 года из архива Алхаса Чхамалия смотрите в нашем субботнем эфире в 19.30. Ситуация на Южном Кавказе. Генеральный директор ЮНЕСКО в ходе встреч с представителями Азербайджана и Армении в организации предложила направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия. ЮНЕСКО будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать условия для такой миссии. Инициированы консультации на высоком уровне с государствами-сопредседателями Минской группы, отмечается в сообщении. Директор вновь подтвердила свой призыв от 9 октября о защите наследия в Нагорном Карабахе и необходимости предотвратить нанесение ущерба. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова предоставить в рамках ЮНЕСКО с альянсом по защите наследия в условиях конфликтов свою экспертизу и полную поддержку в деле защиты культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха и его окрестностей. Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. Об этом передает РИА Новости. По словам Коношенкова, режим прекращения огня по-прежнему соблюдается по всей линии соприкосновения. Сокращен график веерных отключений электроэнергии. В результате проведенных мероприятий Черноморэнерго по ликвидации незаконных подключений удалось снизить нагрузку на энергосистему страны, сообщает пресс-служба предприятия. Это позволило сократить ограничения на подачу электроэнергии с 6 часов до 4 часов в сутки. Новый график ограничений вступает в силу 21 ноября с нуля часов по местному времени. Работа комиссии по выявлению и отключению незаконных подключений продолжается, информирует пресс-служба. Переходим на менее жесткий график веера, но динамику работы не меняем. В Черноморэнерго состоялось в дне очередное заседание Совета директоров с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Асган и представителей силовых структур Абхазии. Основные вопросы повестки дня. О состоянии энергосистемы в связи с ограничением подачи электроэнергии, рейдовые мероприятия по выявлению незаконных подключений к электросетям, разработка концепции тарифной политики. Выслушав всех докладчиков, вице-премьер подвела итоги. За неполные пять суток мы сэкономили 10 миллионов киловатт-час и отключили 85 операторов с суммарной мощностью потребления 30,95 мегаватт. Это неплохие показатели, но останавливаться на достигнутом результате преждевременно. Если мы хотим бесперебойное электричество с напряжением 220 вольт, то мы должны понимать, что за этот товар, предоставляемый государством, необходимо платить. Динамику и активность прошу сохранить и двигаться дальше. Конец цитаты. Руководство Черноморнерго Асган дало следующее поручение. Продолжить деятельность по выявлению и отключению незаконных потребителей, разработать методологию расчета тарифов и представить ее в Министерство экономики в срок не позднее 10 декабря. Сформировать предложение по реструктуризации дебиторской задолженности, перейти на менее жесткий график верных отключений и ввести его уже с нуля часов 21 ноября. Работа в авральном режиме. Специалисты Руб Черноморнерго и СУЭС рассказали о ситуации в энергосистеме Абхазии и о том, как они борются с майнинговыми фермами. Подробнее Анастасия Никонова. 15 ноября в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии. Согласно приказу Руб Черноморнерго, свет отключают во всех городах и районах Абхазии трижды в день по два часа. Потребление электроэнергии в Абхазии, по данным Черноморнерго, ежегодно увеличивается на 5-9 процентов и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. На данный момент у нас из-за увеличения нагрузок очень частые аварии. За короткий промежуток времени у нас вышло из строя 8 силовых трансформаторов, что для нас это серьезная проблема, так как починка и восстановление данных узлов очень тяжелая. И по времени занимает долгий период времени, и финансовые тоже затраты. В целом, по линейным моментам мы заблаговременно еще предотвратили путем снижения порогов отключения релейной защиты. Релейная защита отрабатывает самые пиковые моменты, но без таких мер мы не сможем обеспечить людей электростабжением, на том уровне, что мы сегодня можем предоставить. Состояние энергетической системы Абхазии критическое, в частности из-за работы сферы майнинга или так называемой добычи криптовалюты. Незаконные подключения к сетям привели к их перегрузке и, как следствие, к ряду аварий. Между тем, как отметил Саид Блаба, ликвидация незаконных подключений, которую проводят сотрудники Черномор Энерго, продолжается. На сегодняшний момент очень много мероприятий ведется по отключению незаконно присоединенных элементов в наших сетях. Это, как всем известно, в первую очередь майнинг-фирмы, которые несут существенную нагрузку на наши сети. Мы имеем возможность, наша служба имеет возможность в прямом онлайн-режиме мониторить все нагрузки по нашим фидерам 10 кВт. Все процессы, которые осуществляются, то есть подключение или отключение, мы все видим в онлайн-режиме. Те мощности, но мы еще сталкиваемся с таким моментом, что те мощности, которые отключаются действиями наших подразделений, они восполняются населением обычным, так как за последний промежуток времени очень резко ощутимое охолодание пошло. Это похолодание на нас сильно сказывается. Те мощности, которые мы высвобождаем, они повторно занимают уже, опять же, предельные значения. Верно, отключения крайне негативно сказываются на состоянии и работоспособности энергосистемы страны, отмечает начальник Сухумского управления электрическими сооружениями Тимур Джинджолия. Буквально вчера ночью у нас был обрыв провода 10 кВт в новом районе, когда люди после ограничения подали напряжение, оборвался провод. И где-то час, час 10, час 15, это не как бы целый район. Участок находился без напряжения. Но тем не менее, авария была устранена, и людям подали свет. Мы сейчас, режим работы у нас авральный. Первое, что это у нас выходы, выходят из строя предохранители. Это простая физика, металл остывает, нагревается, настывает, нагревается и теряет свои свойства. Естественно, там все перегорает, отгорает. Люди остаются без света. И все это сегодня благодаря сегодня. Такие перегрузы связаны с распространением этих майнингов, криптоферм. Отключение ряда майнинговых ферм уже привело к значительной разгрузке энергосистемы страны, говорит Тимур Джинджолия. На сегодняшний день у нас снята нагрузка порядка 3,5 мегаватт, я думаю, за это время, которое мы сейчас буквально эту неделю провели. Некоторые, я даже скажу, многие майнеры проявили сознательность, сами остановили свою работу, понимая, что они наносят вред населению, нашей системе. Но наряду с ним есть, конечно, и несознательные люди, которые считают, что несмотря ни на что они могут потреблять электроэнергию и зарабатывать как бы и деньги, не обращая внимания на бедственное положение вообще энергетики сегодня в стране. Однако, помимо так называемых криптобизнесменов, энергетикам задолжало и само население Абхазии. Как отмечают специалисты, люди платят периодически, и то после ряда предупреждающих сигналов. Сейчас в этой довольно сложной и неоднозначной ситуации в энергосистеме жители нашей страны должны экономить электроэнергию. Даже одна выключенная лампочка в комнате, в которой мы не находимся, несет значительную пользу. По крайней мере, так утверждают специалисты. Анастасия Никонова, Эдуарда Ракелян, со строку Агухава, Амбаза ТВ. В год 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы оказал финансовую поддержку инвалидам и ветеранам Великой Отечественной, проживающим в Абхазии. В этом году сумма материальной помощи каждому ветерану составила 15 тысяч рублей. Список претендентов на материальную помощь из 30 человек был составлен на основе данных, предоставленных Министерством труда, занятости и социального обеспечения Республики и посольством Российской Федерации в Абхазии. Представители «Дома Москвы» посетили 13 ветеранов в городе Сухум, в Углорыбском, Гудаутском и Сухумском районах и вручили финансовую помощь лично. 17 получателям материальной помощи денежные средства переведены на пенсионные счета. Решение признано законным. В Верховном суде Абхазии состоялось заседание по пересмотру решения Сухумского городского суда в отказе в иске гражданки России Юлии Тетериной, Кольге Брюхановой и Дауту Квецыния о признании недействительной сделки купли-продажи 2014 года. Подробности у Элеоноры Гелаян. Кассационная коллегия Верховного суда рассматривала дело в судебном заседании коллегиально в составе судьи председательствующего Анри Борцыц и двух судей Оксаны Пиле и Екатерины Онищенко. Суть дела в следующем Юлия Тетерина обратилась в кассационную коллегию с просьбой о пересмотре решения Сухумского городского суда. Тот уже отказал в признании недействительной ничтожной сделки купли-продажи между Квецынией и Брюхановой. Если коротко, для ясности, то дело обстоит так. Согласно версии Тетериной, сделка была мнимой. Дом был в Сухуме куплен ею и супругом у предыдущего собственника Квецыния, а оформлен на Брюханову ввиду отсутствия у Тетериных абхазского гражданства. По версии Брюхановой, она является единственной полноценной собственницей, а Тетерины лишь арендовали у нее недвижимость. Итак, в начале заседания сторона Тетерины адвокат Марина Цукба заявила отвод судья Онищенко, обосновав это следующим образом. В порядке надзора, после подачи нами надзорной жалобы в суд на решение суда АВИСБА, которое я озвучила, и конституционное определение по пересмотру данного решения, судья Онищенко своим определением от 6 апреля 2020 года отказала от передачи нашей жалобы в надзор, тем самым препятствовала наше право на справедливое судебное разбирательство. Изучив материалы дела, она не нашла оснований для передачи и его для рассмотрения судонадзорной инстанции, в связи с тем, что не допущены нарушения ни процессуального, ни материального права ни судом первой инстанции, ни судом касационной. Сторона Брюхановой адвоката Чагунава выразила несогласие с заявлением оппонентов. После того, как судья Онищенко вынесла данное определение, они обжаловали это председателю, председатель также вынесла отказ, то есть определение судья Онищенко осталось в силе, и поэтому здесь нет никаких сомнений, что она вынесла законное определение. Суд удалился в совещательную комнату и в течение часа вернулся с решением не удовлетворять иск адвоката Цугба. Следом, судья-докладчик Борцец рассказал материалы дела, привел доводы стороны обжалующей решения. Согласно зачитанному судью, Юлия Тетерина обратилась в Сухумский городской суд с исковым заявлением к Ольге Брюхановой и Дауту Квицине и третьему лицу нотариусу Сангулия о признании недействительной ничтожной сделке купли-продажи. Мотивируя свои требования тем, что 11 сентября 2015 года между ответчиком Квицине и Брюхановой был заключен договор купли-продажи дома, расположенного по адресу город Сухум, улица Станционная, 53. Данный договор совершен и был лишь для вида без замерения создать соответствующие правовые последствия. В 2009 году истица вместе с Ушумом Тетерина Анатолием Андреевичем уплатили ответчику Квицине, который является собственником спорного дома, 1 миллион 700 тысяч рублей из совместных денежных средств. Счет покупки жилого дома в городе Сухум по улице Семельжиева, 53, договорившись, что заключат сделку и достоверят мотариально после получения гражданства Республики Атхазия. Согласие Квицине с момента передачи денег по настоящее время проживают в этом доме. Квицине выдал доверенность на право управления домом Тетериной и ее супругу Тетерину АА. Передал ключи и все необходимые документы на дом, в том числе и домовую книгу. В сентябре 2015 года по просьбе ответчика Квицине истица с супругом Тетериной стали искать доверенное лицо, чтобы формально оформить на него дом до получения имени гражданства Республики Атхазия. Ответчик Дюханова, проживая по соседству, предложил оформить дом на нее, заверяя, что не будет никаких проблем. 11 сентября 2015 года договор был заключен и удостоверен нотариусам Тетерина также пояснила в суде, что так как договор был мнимым, исполнения договора не было, покупатель Дюханова не уплачивал ни каких денег продавцу к Квицине и последний не передавал и имущество. В 2016-2017 года Тетерина с супругом произвели ремонт дома на сумму около 2 миллионов рублей. В феврале 2019 года ответчик Дюханова обратил Сухомский городской суд об истребовании имущества и чужого незаконного владения решением Сухомского городского суда от 26 апреля 2019 года Иску Рюхановой был удовлетворен. Теперь Юлия Тетерина заявляет, что данная сделка была мнимой и недействительная сделка не влечет юридических последствий за исключением тех, что связаны с ее недействительностью. Потому она и просила признать недействительным договор купли-продажи. Сторона ответчика на предварительном судебном заседании заявила ходатайство о применении срока исковой давности. На основании этого по существу дело даже не рассматривали. Сухомский городской суд в октябре 2020-го вынес решение не удовлетворять исковое заявление Тетериной. И уже с жалобой на это решение Тетерина обратилась в Верховный суд, чтобы те вернули дело в суд первой инстанции. Кассатор сторона Тетериной адвокат Марина Цукба сама представила позицию в зале суда. Тогда, когда мы были лишены возможности рассмотреть дело по существу, которое было бы в интересах самой Брюхановой, она могла бы уже в процессе рассмотрения дела по существу заявить об этом, а не ранее, чтобы могла она представить доказательства или опровергнуть наши доводы, что действительно эта сделка, что она на законных основаниях по законному, по действительному договору ей принадлежит право собственности. Однако, она посчитала необходимым заявить это ранее для того, чтобы ни суду, ни другим лицам не стало известно, а какие есть у нас доказательства того, что сделка является ничтожной. Следом, сторона Брюхановой задала вопросы к Асатору. В основном, они касались материалов дела, в том числе и не участия в судебном процессе предыдущего владельца спорного дома гражданина Квициния. Звучали и иные перекрестные вопросы сторон. Почему же, начиная с момента регистрации, в течение трех лет гражданка Тетельна не обращалась к таким исковым заявлениям в суд? Не было необходимости? Потому что это же заключено было с ее согласия. Вернее, она способствовала заключению это. Совершила неправильный поступок, заключила вопреки требуемой законодательной мимой сделке. Потому что она заключила. Поэтому, зачем надо было ей обращаться в суд? Смысл в чем? Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, вы можете доказать суду, что вы являетесь, то есть Тетельна является материально-правовой степень, то есть материально-правовая заинтересованность у нее есть для того, чтобы подать подобный иск? Да, мы, кстати, обосновали это и приложили. Вы знакомились с судебными? Я повторю, если так вам с памятью плохо. У нас Тетельна призвана поделившись по уголовному делу. Она проживает в этом доме. Нарушены какие-то ее права на проживание. То есть она как заинтересованное лицо закон позволяет ей обратиться с подобным местом. Выступила в суде с позицией и другой адвокат Брюхановой Рамина Пасания. Несмотря на объемную жалобу, Гассатор не привел ни одну норму материального процессуального права, влекущих отмену решения суда. 1 сентября 2020 года Тетерина обратилась в суд с иском о признании действительно ничтожной сделки договора купли-продажи от 15 сентября 2015 года. Ссылаясь на статьи 167-170 Гражданского кодекса Республики Абхазия, не вдаваясь в существо заявленных требований, которые не имеют под собой никаких обоснований и по своей природе несостоятельны, Брюханова Ольга Ивановна, будучи ответчиком по данному делу, посчитала необходимым воспользоваться своим процессуальным правом, представленным Гражданско-процессуальным кодексом Республики Абхазия, а именно пунктом 6 ст. 150, согласно которому в предварительном судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика относительно пропуска истцом безуважительных причин срока исковой давности для защиты права и установленным законом срока обращения в суд. Поэтому Ив Брюханова обратилась к данным ходатайством. Ваш указанное ходатайство судом было удовлетворено. Согласно ст. 195-196 Гражданского кодекса Республики Абхазии исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, права которого нарушены. Общий срок исковой давности устанавливается в 3 года. В соответствии с пунктом 2 ст. 199 Гражданского кодекса Республики Абхазия исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанном под довынесение судом решения. Истечение срока исковой давности, применение которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Статья 205 Гражданского кодекса Республики Абхазия дает возможность восстановить срок давности при наличии уважительных причин. Однако обстоятельств, исключающих возможность своевременного вращения в суд с требованиями, а признание спаримого договора недействительной стороной заявлено не было. Суд удалился в совещательную комнату и по возвращении огласил резолютивную часть кассационного определения. Заслушав доклад судей Верховного суда Республики Абхазия Барцевец, выслушав объяснение Тетериной и адвоката ЦУГБА, поддержавших доводы кассационной жалобе, Брюханову и ее адвокатов Чагунава и Пасания, возражавших против удовлетворения кассационной жалобе и просивших оставить решение без изменения, руководствуясь статьями 337-339 ГПК Республики Абхазия, Кассационная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Абхазия определила оставить решение Сухумского городского суда 12 октября 2020 года по гражданскому делу по исковому заявлению Тетериной, Брюхановой, Квицине, 3-й лицо нотариус 3-й Сухумской государственной материальной конторы Сангулия о признании недействительным ничтожного договора купли-продажи от 11 сентября 2015 года жилого дома по адресу город Сухум, улица Станционная 53, заключенного между Квицине и Брюхановой, без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. Понятно решение суда? Так, уважаемые стороны, полная материаловичная часть будет изготовлена в течение 10 рабочих дней, о чем вам будет сообщено. Вот как по завершении заседания прокомментировали свои дальнейшие планы Юлия Тетерина и ее адвокат Марина Цукба. Мы не остановимся, у нас есть уголовное дело по обвинению мошенницы, но сегодня я не могу сказать, что она мошенница, но по обвинению в мошенничестве Брюхановой. Но это парадоксально, когда суд не может установить фактически, как было на самом деле это происходило, потому что это известно широкому кругу людей, и в том числе тем, кто причастны к рассмотрению этого дела, как было на самом деле это обстояло. И понимаете, у нас есть свидетели, свидетели, вот я лично, например, беседовала с людьми, которые до этого не были привлечены к рассмотрению дела, которые готовы дать показания, что им со слов Квицине Даута известно о том, что он продал этот дом Тетериной. Но нигде это не звучит, никто же не говорит, да, вы заплатили, вы дали эти деньги, но вы не смогли оформить, значит, у вас не право собственности. Они просто отрицают этот факт, и Брюханова так преподносит, якобы она их заселила. Когда у нас есть свидетели, которые говорят, что они с 2009 года там живут. 24 ноября в Верховном суде состоится заседание уже по другому делу, уголовному, где Тетерина обвиняет Брюханову в мошенничестве. Культура. Первая премьера после долгого карантина. Самая известная пьеса великого классика русской литературы Александра Островского «Гроза» в постановке заслуженного артиста России режиссера Адгура Кове на сцене Волгоградского государственного нового экспериментального театра. Зритель может увидеть спектакль 19, 20, 21 и 22 ноября. Непривычно теперь звучит традиционное нетовское приветствие перед началом спектакля. Мы заботимся о вас и вашем здоровье, поэтому принимаем все меры безопасности. Любите театр и будьте здоровы. Все гости смотрят спектакль в масках. Кроме того, в зрительном зале специальная рассадка, в фойе установлены санитайзеры и рециркуляторы. В ближайшее время должно состояться подведение итогов второго этапа 40-го международного фестиваля в ГИК. Сетевая трансляция позволила значительно расширить аудиторию, к которой присоединятся зрители 318 кинотеатров 30 российских городов. Смотр объединил 55 лент из 40 стран. Достойными соперниками зарубежных коллег смотрится четверка лауреатов первого этапа. В их числе завоевавшая гран-при выпускница мастерской Сергея Соловьева Атана Агрба. В лирической трагикомедии «Я хочу тебе что-то сказать» Атаны Агрба показана беззаботная жизнь абхазских земляков, начинающего художника, вечного студента и квартирного вора. Картины в ГИКовцев объединяет тонкое чувство киноязыка, ненаигранная искренность и подкупающий психологизм. Зима в этом году будет значительно холоднее предыдущих. Об этом заявила главный метеоролог страны Лариса Ахба. О том, с чем связано такое явление и о чем предупреждают сотрудники в репортаже Виолы Барганджи. Эти кадры сделаны 19 ноября. Для республики такая снежная рица – первый признак наступления зимы. На территории Ауатхары, горной части этой территории, снег выпал пару недель назад, а вот здесь только вчера. Как отмечает главный лесничий Рицинского реликтового национального парка Тенгиз-Джергения. В этом году зима внесла свои коррективы. Похолодания в этой части наступили позже обычного. Ситуация такая очень сырая, дождь со снегом идет в данный момент. Дорога открыта, туристы поднимаются. Я сам нахожусь на рицах. Дорога чистая. В прошлом году в такое время, можно сказать, что это был третий в такое время. Сейчас-то он чуть поздно пошел. В такое время в прошлом году уже у нас почти третий снег был. Несмотря на то, что снег на территории Рицы в этом году запоздал, сама зима в республике наступила раньше привычного срока. Как рассказывает главный метеоролог страны Лариса Ахба, привычно теплый декабрь остается в прошлом. Ведь ожидаемая температура в его первой декаде ночью будет составлять от 3 до 8 градусов, а днем от 7 до 12. В прошлом году и ноябрь был теплый, вообще осень. Теплая была и зима тоже теплая. Но в этом году температуры будут ниже, чем в прошлом году. И поэтому вот этот холод, который охватил северную часть территории России, и вообще европейскую часть, иногда вот эти затоки будут к нам заходить. Правда, в прошлом году такого не наблюдалось. Ведь начало декабря, несмотря на то, что вот сейчас было в ноябре так, ну, думаю, что будут из-за перепадов небольшие осадки в первой декаде, а так, в основном, переменная обличность должна быть без осадков. Такое резкое похолодание связано с перемещением циклона запада на восток. Именно из-за этого на Черном море произошло столкновение разных воздушных масс, то есть теплого воздуха с холодным, как следствие появления такой природной стихии, как смерч. Наблюдать за ним 19 ноября могли жители Пицунды. Ущерб от воронкообразного вихря, воздуха и воды все же был. Частично пострадали местные дельфинарии и курорт Пицунда. Еще одним последствием резкого ухудшения погоды могут стать непредвиденные дорожно-транспортные происшествия. Именно поэтому сотрудники МВД Республики рекомендуют уже сейчас устанавливать на свои транспортные средства зимние шины. Призывают не допускать резких маневров, а также увеличивать дистанцию между автомобилями. Нашим водителям в первую очередь необходимо соблюдать скоростной режим, необходимо заменить летнюю резину на всесезонную или же зимнюю резину. Так как сцепление транспортного средства с снижением температуры снижается поверхностью дорожного полотна. Также в связи с большими осадками в зимний период времени в виде дождя, града или снега водителям необходимо соблюдать скоростной режим. Просто расскажу, что возможно при осадках в виде дождя или же снега. Если нарушается скоростной режим, высокая скорость при больших осадках, возможно аквапланирование. Тогда, когда на большой скорости протектор шин не успевает выдавливать воду из шин. И получается водный клин, который практически теряет управление. И, конечно же, возникают дорожно-транспортные происшествия. И, как показывает эта неделя, наши водители, к сожалению, не делают во время управления транспортным средством осноски на данные погодные условия. Соблюдение таких предписаний с наступлением холодов, по словам Батала Агрба, жизненно необходимо. Ведь в республике уже за эту неделю есть печальная статистика дорожных происшествий. Виола Барганжа, Сырква, Гухава, Абазатовая. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в выходные дни 21 и 22 ноября в республике переменная облачность, временами дождь, в горах и предгорьях снег. Температура воздуха ночью 8, днем до 12 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. Удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова